Этот счётчик газа Ольги Кузьмичёвой установили прямо в Старый Новый Год. Женщина рассказывает, что сама никого не вызывала, и прибор ей по сути не нужен, ведь пользуется только одной плиткой, даже духовка электрическая. Ольга себя легковерной не считает и старается посторонних в дом не пускать. Однако представители газовой службы с удостоверениями, да ещё и для проверки газового оборудования пришли. Дело серьёзное. Мы спросили, а в чём у вас счётчика нет, хотите ли счётчик поставить. Я сказала, что я подумаю, но ребята так вот сказали, что это обязательно уже надо. В ближайшее время обязуют всех ставить счётчики, вообще все учёты, все его, все его, все его. И что в ближайшее время, и сказали, вообще это был разговор, что до 1 февраля, вот это, 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 всё такое, вот. И что с 1 февраля это ещё и подорожает всё. Слово за слово и женщине установили счётчик газа. За приборы работы Ольга отдала 6 тысяч рублей. На руки выдали квитанцию, договор, акт приёмки и ввода в эксплуатацию. Кроме того, женщине ещё нужно будет опломбировать счётчик. Женщина рассказывает, что позвонила в газовую службу, с которой заключён договор, но позднее. Там ей сообщили, что своих мастеров не направляли, а счётчик и установка прибора учёта могли обойтись дешевле. Обидно, говорит женщина, но получается, сама виновата. Таких, как Ольга, в посёлке много, и ко всем газовщики приходили с одинаковым предложением. Так прям преподносят, как под гипнозом. Так что, так вот, который человек там бабушка, она может даже растеряться и сразу это всё воспринять, как это должное. Дескать, вот, осмотр газового оборудования. И вот предлагают счётчик с установкой, со всем, якобы с пломбами, со всем. Это будет стоить 5 900. Сергей Каширский от услуг отказался. Во-первых, говорит сразу, выложить около 6 тысяч ему затруднительно. А во-вторых, после звонка председателю ТСН узнал, что эти газовщики не связаны с его газовой службой «Газпром газораспределения». И, по сути, их можно вообще не пускать в квартиру. Ещё один житель дома Александр сетует. Газовых служб в последнее время развелось много. Так сразу вообще не поймёшь, настоящие газовщики перед тобой или нет. Один раз в год приходят, а в этом году вот второй раз пришли. Я сейчас спросил, я говорю, а что такое? Надо объявление читать, проверить надо. Взрывы, то в Магнитогорске, то ещё. Вот взрыв, люди гибнут. Вот мы пришли проверять, всё ли нормально у вас. Я смотрю, у них ни оборудования, ничего нет проверить. За шланг подёргали, кран потрогали и вся проверка. Мы набрали номер, указанный в одном из объявлений, оставшихся на доме после визита газовщиков. Ответил нам человек, представившийся техническим координатором ООО «Былгазсервис». Правда, имени не назвал. Наш руководство, конечно же, согласованно с работой непосредственно с руководством Межрегионгаза. Конечно же, все документы о разрешении на виду деятельность произведены, то есть переданы. Сотрудники Межрегионгаза в курсе о том, что производятся работы. И, соответственно, принимают наших оппонентов, то есть ставят пломбы. По словам этого человека, в случае поломки счётчиков достаточно позвонить по телефону, указанному в договоре. И представители их службы приедут на помощь. Как же так? Получается, параллельно со своей газовой службой работает другая, а возмущаются люди. В Ставровском филиале «Газпром» газораспределения, которое обслуживает дома жителей Ставрова, нам пояснили, что о деятельности другой компании в курсе, однако никак повлиять на неё не могут. Они принесли, показали документы, я не имею права запретить. Просто почему люди не идут к нам, когда у нас хотя бы установка счётчика стоит, то, ой, 1980 рублей. Это установка, а сам счётчик? Они от полторы до двух тысяч, какой у меня дети. Но главное даже не цена за установку прибора. В законе чётко прописано, кому нужно ставить счётчик, а кому нет. Если, к примеру, в квартире всего одна плитка, и расход газа не превышает определённого объёма, то счётчик вообще не нужен. Есть и другие условия, а людям их не объясняют. В администрацию посёлка Ставрова поступило уже более 30 обращений от жителей. Администрации пришлось встречаться с населением и представителями компании. В данный момент данная организация, войдя на территорию посёлка, немножечко вводит наше население в заблуждение. Мы пришли к нормальному объяснению. Если вы хотите что-то проводить, вы должны связаться с управляющей компанией, вы должны поставить меня в известность, мы должны проработать наше население, и чисто на добровольных основах вы должны приехать сюда и проводить работу. Общественников Ставрова волнует вопрос, насколько вообще правомерно вести такую работу в обход обслуживающей организации. В нём, вероятно, будет разбираться областная прокуратура, куда активисты уже отправили электронное заявление. А мы, в свою очередь, ещё раз предупреждаем, не торопитесь расставаться с деньгами, даже если люди, которые от вас их требуют, приходят в форме и с какими-то корочками. Маргарита Махрова, Артём Горчаков, Шестой канал.